МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. На улице Магистральной произошла серьезная авария. Потерявшая управление 14-е на огромной скорости врезалась в бетонный столб. Водитель получил несколько синяков и рассечений, а вот пассажир, уехавший на переднем сидении, погиб. Сразу подбежали к машине, вытащили водителя, а пассажир слишком зажат был и в конвульсиях как бы. Очевидно, что водитель 14-й давил на педаль газа, невзирая на затяжной поворот. Те полтора метра обочины, на которые вылетела машина, и стали роковыми для парня, ехавшего на переднем сидении. Именно на его сторону пришлась вся сила удара. Очевидцы, которые вытаскивали водителя из машины, тут же обратили внимание на его состояние. Водитель, по моему мнению, не в неадекватном состоянии. Скорость машины была приличной. Удар был такой силой, что куски ходовой части, а также двигателя буквально раскидало по всей проезжей части. А вот чудом уцелевший водитель решил отрицать свою причастность к аварии. Когда потом уже народ начал скапливаться, водитель уже стал отрицать то, что якобы он был за рулем. Хотя мы с охранником его и вытаскивали за рулем. Разумеется, показаний очевидцев полицейским будет достаточно для того, чтобы возбудить против водителя уголовное дело. Погибшему парню было всего 25 лет. К нам в редакцию попали кадры, снятые очевидцами пожара на улице Абсалямова. Сегодня днем там произошло возгорание утеплителя на 12 этаже нового дома. Пожарных вызвали местные жители, когда из окон подъезда повалил густой черный дым. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Потушить его удалось за 30 минут. Никто из людей не пострадал. Вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. Трагедия на Мензелинском аэродроме. 38-летняя парашютистка разбилась, совершая свой юбилейный 55-й прыжок. Женщина прыгала с высоты 4000 метров и получила тяжелые травмы при приземлении. Несмотря на все усилия медиков, пострадавшая скончалась в Челнинской больнице скорой помощи. Сегодня на Мензелинском аэродроме непривычная тишина. Не слышно гула самолетов, не видно групп парашютистов. На время расследования прыжки запретили. Три дня назад здесь случилась трагедия. Опытная спортсменка в клубе 38-летняя женщина занималась уже три года. Совершала свой 55-й прыжок, который стал для нее последним. Что именно произошло в воздухе, пока остается загадкой. Работники аэроклуба лишь строят версии. Что-то ее воре закрутило, там кто-то люди видели, что ли, не знаю. Закрутило, в смысле? Ну, уже пара ветра, может, воронка какая образовалась. Ну, откуда я знаю, я же не парашютист. Руководство клуба на месте не оказалось. Сотрудники местной гостиницы пояснили, работа с парашютистами здесь идет по всем правилам. К прыжкам допускаются лишь при наличии всех медицинских справок. А перед каждым прыжком парашютистов осматривает фельдшер. По поводу происшествия все уехали в Казань. Мы сделали, ну, как бы, они все сделали документы. По сути, нашей вины нет. Уже расследование прошло. Заключение сделали. Человеческий факт. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Преспублики Татарстан возбуждено уголовное дело по статье о Казани услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент проводятся выемки в аэроклубе. Изъята документация, регламентирующая его деятельность, а также парашютное оборудование. Пока расследование уголовного дела продолжается виновному, если таковой все-таки определится, грозит до шести лет лишения свободы. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. В утренний час пик на улице 1 мая десятка врезалась в заднюю часть «Шевроле Авиа». Сидевший за рулем пенсионер сразу же признал свою вину, пояснив, что иномарка слишком резко затормозила перед пешеходным переходом. Пока участники аварии ожидали приезда экипажа ГАИ, на дороге начала собираться автомобильная пробка. ДТП с участием автобуса произошло ранним утром на улице Восстание. Водитель 14-й сразу признал свою вину. Однако до приезда экипажа ГАИ мужчина несколько раз пытался уехать с места происшествия. Он за мной ехал. Я перестраиваться не успел. Вы поворачивали при этом? Да, да, да. Ну, признаёте, что в своём? Да. Разумеется, серьёзно эту аварию назвать никак нельзя. Повреждения минимальные, да и виновник нашёлся сразу. Нужно было лишь дождаться сотрудника ГАИ и оформить все необходимые документы. От места аварии 14-й успел отъехать более чем на сотню метров, а при виде нашей камеры водитель и вовсе попытался уехать. Хотя сам он настаивал на том, что хотел вернуть машину на то место, где она оказалась сразу после ДТП. Я перестраиваться хотел, не заметил справа на машину. Автобус не заметили, получается? Да, да, да. Такой, мягко говоря, странный поступок может быть трактован как оставление места ДТП. Об этом сотрудник ГАИ может заявить и водитель автобуса. В этом случае вина водителя 14-й значительно усугубится. Около трёх часов ночи на улице Фучика внимание одного из экипажа ГАИ привлёк мотоцикл без госномеров. Попытка остановить нарушителя обернулась его преследованием. В районе проспекта Победы мотоциклист потерял управление и едва не угодил в аварию. Сразу же после этого его удалось задержать. Оказалось, что у владельца спортивной Хонды нет даже прав необходимой категории. Гоняя по ночному городу, мотоциклист рассчитывал на то, что высокая скорость поможет ему избежать встречи с полицейскими. Теперь мотоцикл отправится на штрафстоянку. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь до завтра. Продолжение следует...